Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске загорелся рейсовый автобус. Полицейские подвели итоги новогодних праздников. Сотрудники ГИМС проверяют места крещенских купаний. Автоклуб «Злые оршни» зажигает новогоднюю елочку. Встречаем Старый Новый Год. А теперь об этих и других событиях более подробно. В минувшее воскресенье около 11 утра в микрорайоне Ленинградский загорелся рейсовый автобус, следующий по первому маршруту. В момент возгорания в салоне находились пассажиры. Никто из них, к счастью, не пострадал. В Саянске 9 января в 10.45, выполняя плановый рейс в районе микрорайона Ленинградский, загорелась маршрутка автобус ПАС. Об этом на пульт дежурного диспетчера МЧС сообщили случайные свидетели. Как было установлено, во время происшествия там находились пассажиры. На пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автобуса марки ПАС, который следовал по маршруту городскому. В районе микрорайона Ленинградский пошел дым из моторного отсека. Хочу пояснить, что моторный отсек у данного автобуса находится в салоне. Уже через несколько минут после сообщения к месту ЧП прибыли спасатели. Необходимо отдать должное водителю маршрутки, который не растерялся, высадил находящихся в салоне людей до приезда пожарного автомобиля, самостоятельно пытался потушить возгорание. В салоне находились пассажиры. Пассажиры были эвакуированы. До приезда пожарных подразделений водитель автобуса пытался потушить своими силами, это огнетушителем и снегом. В результате пожара моторный отсек поврежден. Предварительная причина пожара – это короткое замыкание в моторном отсеке. Установлено, что пассажирский автобус принадлежит компании «Саянское автотранспортное предприятие». Само транспортное средство перед выходом на маршрут постоянно проходит техпроверку. И накануне техповреждений автобуса обнаружено не было. По данному факту проводится дознавательная проверка. Более точная причина будет установлена. Но хочу сказать, что данное транспортное средство было не старое, оно 2015 года выпуска. Исходя из объяснений собственника, предприятия и водителя, что техническое обслуживание и техосмотры данный автобус проходил. Как показывает практика, возгорание случается в автобусах самых разных марок. И горят они независимо от того, на каком топливе ездят – дизельные, бензиновые и переделанные на газ. Основными причинами возникновения пожаров, по данным спасателей, являются неисправности электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Что стало причиной возгорания в конкретном случае, предстоит выяснить пожарным дознавателям. В Саянске на 11 января было выявлено два новых случая коронавирусной инфекции. За истекший период текущего года с диагнозом COVID и сопутствующей патологией умерли три человека. По информации городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в Саянске на 11 января было выявлено два новых случая ковида. Всего число заболевших с нарастающим итогом составило 3641 человек. Из них 17 человек были госпитализированы в ковидный госпиталь. Из них четверо – пациентов реанимации. 15 человек находятся на амбулаторном лечении. Итого на лечении находятся 32 саянца. Выздоровели 3473 человека. Число умерших от COVID-19 с сопутствующей патологией составило 136 человек. Из них 43 жители Саянска умерли в 2020 году. За 12 месяцев 2021 года умерли 90 человек. За истекший период 2022 года умерли 3 человека. Среди детского населения города с подтвержденной коронавирусной инфекцией в 2021 году было выявлено 317 детей. За истекший период 2022 года – один ребенок. Вакцинировано против новой коронавирусной инфекции в городе. Первым компонентом – 19095 человек. Вторым компонентом – 16427. Ревакцинацию прошли 5261 человек. Не до отдыха в новогодние праздники было сотрудникам полиции. Они в это время несли службу в усиленном режиме. В зоне особого внимания полиции общественной территории с массовым пребыванием людей – городские горки, дворы, где запускают фейерверки, парки и зоны отдыха. По традиции, 10 выходных дней – тревожный период для стражей правопорядка. Этому способствует праздничное застолье, употребление алкогольной продукции, шумные компании и массовые катания на городской горке. В течение данного периода полицейские работали в усиленном режиме, следили за порядком в местах массового скопления саянцев. В новогодние и рождественские праздники сотрудники полиции несли службу круглосуточно в усиленном режиме. Постоянно контролировали места массового скопления граждан. То есть городская елка всегда находилась под круглосуточным дежурством. Совместно принимали участие также сотрудники Росгвардии и сотрудники добровольной народной дружины. Как пояснил заместитель начальника саянского отдела полиции Алексей Людвиг, 2022 год наступил на удивление спокойно. Безусловно, не обошлось без правонарушений, однако все не носили текущий характер. Статистика показывает, что за последние несколько лет серьезных нарушений на территории нашего города выявлено не было. Да, были незначительные жалобы граждан на соседей, которые в ночное время громко слушали музыку, но при выезде на место происшествия участковыми и уполномоченными, либо же нарядом ППС, данные конфликтные ситуации старались решить. Кстати, тех горожан, которые не рассчитали свои силы и переборщили с алкоголем, стража правопорядка не доставляли в дежурную часть отдела. Их либо передавали родственникам или отправляли к медикам. Были моменты, когда люди, не рассчитав свои силы, с горячительными напитками не могли справиться. Тогда на помощь приходили сотрудники полиции, которые доставляли данные граждан либо родственникам, передавали, либо же непосредственно доставляли в медицинское учреждение, в больницу, дабы человек не пострадал и не остался беспомощным на морозе. Также во время праздничных дней полицейские проводили рейдовые мероприятия по пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции и происшествий в быту. Проверены все адреса, состоящие на учете саянцами. Благодаря принятым органами внутренних дел мерам по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности чрезвычайных происшествий в городе не допущено. Саянка Светлана Каплина, ранее возглавлявшая управление культуры Саянска, назначена на новый пост. Теперь Светлана Жановна трудится заместителем министра культуры и архивов Иркутской области. Теперь у Саянска есть поддержка в областном правительстве. Экс-начальник управления культуры города Светлана Каплина заняла пост заместителем министра культуры и архивов Иркутской области. Буквально перед Новым годом ко мне обратился министр культуры Олеся Николаевна Половина с просьбой, что они приглядели и хотели бы пригласить на работу. Министерство – это должность зама нашего сотрудника, руководителя управления культуры Слава Жану Каплину. Когда у человека карьерный рост, неплохо и петь в министерстве своего человека. Светлана действительно человек талантливый и неординарный. Окончила Восточно-Сибирскую академию образования. Ее трудовая деятельность началась в Братском музыкальном училище. В Саянске она занималась преподавательской деятельностью по классу фортепиано и с 2008 года возглавляла детскую музыкальную школу. С марта 2015-го трудилась в должности начальника управления культуры города. На сегодня, именно на суть, это капитальный ремонт центральной библиотеки. И она приложила руку к этому, и так же, как Ольга Безронтых, депутат ЗАГСа Браги. Но теперь мы поставили задачу, чтобы не просто отремонтировать центральную библиотеку, а сделать ее модельной. То есть 23 миллионам, которые выделили на капремонт библиотеки, добавить еще 6 и сделать уже центральную библиотеку по последнему слову техники. Главным же проектом, созданным при содействии нашей землячки, станет строительство нового кинодосугового центра. Войти в федеральную программу построить. Это будет, наверное, самый большой вклад. Я уже сумму озвучил, это под бильярд денег. Но это память, наверное, на долгие годы сестра в Саянске, что такой объект был построен при помощи Светланы Жанны. Горожане готовятся к празднику Крещения. Главный символ этого праздника – вода. Считается, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной, будь то речка в проруби или снег в чистом поле. Накануне торжеств традиционные места купания горожан проверяют сотрудники ГИМС. В Саянске и Зиме уже не первый год традиционным местом оборудования Иордания является река Мура. И второй водоем, где саянцы привыкли проводить традиционное купание – это поселок Кемельтей. Это водоемы, на которых купание проходит в открытой воде. Как пояснил государственный инспектор по маломерным судам Анатолий Ведерников, далеко не все люди, которые принимают участие в праздновании Крещения, будут купаться в проруби. Многие приходят за освещенной водой семьями. Лед в местах массового выхода обязательно должен быть безопасным. В настоящее время, как в местах, заявленных для подготовки Иордании, проверяется толщина льда и соответствие другим установленным санитарным требованиям. Администрации города Зимы и района была проведена работа по организации оборудования купели в Старой Зиме. Это в районе протоки Мурыда на традиционном месте и в селе Кемельтей, в районе улицы Заречной 50, недалеко от деревни Отрадной. Спасатели, обращаясь к жителям Саяноземинского региона, которые планируют окунуться в ледяную прорубь, отметили, что купание в Иордане – это добрая традиция, которую могут соблюдать только здоровые люди, у которых нет заболеваний, препятствующих купанию в проруби. Как показывает практика, на протяжении пяти последних лет нестандартных ситуаций, когда горожане нуждались в помощи спасателей и медиков, зарегистрировано не было. Хотелось бы отметить, что в момент проведения мероприятия крестьянских купаний будут дежурить все службы – МЧС, полиция и, соответственно, медицинские службы. Случаев гибели, каких-то нестандартных случаев на протяжении нескольких лет допущено не было. В последний момент губернатором при Ангаре Игорем Кобзим в связи с распространением коронавирусной инфекции было подписано распоряжение о запрете на купание в Кемельтейской Ордане. И официальным местом для всех желающих окунуться в прорубь остается водоем в зиме на реке Мура. Сегодня многие крупные предприятия экономической отрасли зачастую переживают кадровый дефицит. Принципиальная политика службы управления персоналом акционерного общества «Соянский химпласт» развивать самый ценный актив предприятия – человеческие ресурсы. Ведь, как известно, кадры решают все. На предприятии в свое время была создана система подготовки кадров по принципу непрерывного профессионального обучения. Отдел подготовки кадров «Соянский химпласт» выполняет большую работу по повышению профессиональной квалификации работников предприятия, обучению работников кадрового резерва. Ежегодно здесь проходят конкурсы профессионального мастерства разных подразделений. Базовыми учебными заведениями для «Соянский химпласт» являются Иркутский национальный исследовательский технический университет и Ангарский государственный технический университет. Своим хост-стипендиатом предприятие выплачивает стипендию, организует практику и дальнейшее трудоустройство. Кадровая служба работает, собственным обучением много занимаемся, ну а специалистов с высшим образованием готовим целевым направлением, и это дает свой эффект. Сегодня крупные предприятия отрасли переживают кадровые дефициты, в первую очередь, людей рабочих профессий. Сказалось, существовавшие долгие годы в стране тенденция получения только высшего, пусть любого, образования и падения престижа профтехучилищ. Мы сегодня в большей степени имеем проблемы с профессиями рабочими, чем даже с инженерными. Но, наверное, есть у нас желание и возможность и с нашим лицеем в этом плане, в колледже, поработать более плотно с подготовкой уже рабочих профессий. Что мы и делаем, кстати, но, видимо, придется в определенной степени усиливать этот фактор. Сегодня в коллективе акционерного общества «Сианский пласт» идет смена поколений. На место ветеранов приходят перспективные специалисты нового типа. Продолжая лучшие традиции, опираясь на собственный опыт, они успешно реализуют современные методы и формы кадрового менеджмента на предприятии. И кадровая политика руководства компании по повышению профессиональной квалификации работников – основа дальнейшего развития предприятия. В День российской печати, который отмечается сегодня, мы поздравляем наших коллег с праздником. Труд саянских журналистов значим и ценен. Об этом говорят победы в профессиональных конкурсах регионального уровня. В Иркутской области прошел конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение выборов, которые проходили в единый день голосования осенью. На творческие испытания принимались материалы по шести направлениям. Победителем конкурса в номинации «Лучший журналистский печатный материал в муниципальном средстве массовой информации» стала корреспондент саянской газеты «Новые горизонты» Ксения Акустова. Я сделала интервью с председателем Саянской территориальной избирательной комиссии Владимира Витальевича Макубанова в преддверии выборов, в котором он рассказал горожанам о том, как будет происходить голосование, единый день голосования в сентябре. В связи с пандемией, в связи с тем, что изменилась система подачи заявлений о голосовании в другом месте. Председатель избиркома Иркутской области Илья Дмитриев вручил победителям конкурса на лучшее освещение выборов в средствах массовой информации дипломы и памятные подарки. «Поделись игрушкой». Акция под таким названием проходит в Саянске. В течение месяца горожане могут подарить детям, мечтающим о красивой кукле, машинке или мягком друге, такой подарок. Привет, это девочка. Смешные, забавные, красивые и такие нужные. Большая мягкая собака уже стала добрым другом для маленькой Кати, и расставаться с ней девочке не хочется. Она очень теплая и мягкая. Как ты ее назовешь? Малыш. Я с ней буду играть. В ней собачка есть, и можно ее катать, и руль возить, и мороженое куклу возить. Акция «Поделись игрушкой», организованная городским советом женщин, стала добрым начинанием. Символично, что проходит она в период зимних праздников, когда дети ждут от доброго волшебника заветных подарков. Первым, кто откликнулся на акцию, стал мэр Саянска Олег Боровский. Игрушки, подаренные им, пришлись ребятам по душе. Что ты униформишь? Я не чувствую ногу. Я не чувствую ногу. Цель акции такова, что ребенок может прийти и поделиться своей игрушкой, которая уже стоит, с которой он уже не играет. Может прийти сюда и свою игрушку оставить, а себе выбрать другую игрушку. Если же такой возможности нет, то он может просто прийти, посмотреть и выбрать для себя ту игрушку, которая ему нравится. Эта акция «Поделись игрушкой» как раз позволит детям из многодетных семей, детям из семей одиноких родителей выбрать себе вот такой подарок, который порадует душу ребенку. Выбрать понравившуюся игрушку могут дети возрасте от двух до десяти лет. С 18 января следует с ребенком прийти в Совет ветеранов, расположенный по адресу Микроинстроителей 24. Саянсы, в том числе предприниматели, могут выступить в роли добрых волшебников, поделившись ставшими ненужными или новыми игрушками. Какие молодцы! Они создают движение. Саянский автоклуб «Злые поршни» – это сообщество единомышленников. Любят которые хорошие автомобили, красивую езду, приятное общение. В канун Нового года ребята организовали отличную акцию и зажгли новогоднюю елку. Елочка «Зажгись». В канун Нового года саянские автолюбители устроили флеш-моб. Из автомобилей, а их было порядка сорока, была выстроена новогодняя елка. Свет фар стал своеобразной гирляндой на такой красавице. В создании авто-елки 2022 приняли участие представители саянского сообщества «Злые поршни». Елочка удалась у нас, все хорошо. Праздники, которые мы в данный момент проводим, это 23 февраля. То есть, еще проводим День влюбленных. Также поддерживаем День флага, 9 мая, в автоколонию. День влюбленных также собираемся. У нас есть человек, который занимается видео сверху, у него есть квоптер. Он нас снимает. На данный момент хотим сделать сердце и запечатлеть это все сверху. В автоклубе «Злые поршни», существуют которые на протяжении двух лет, состоят люди всех возрастов. Основная цель ребят – разнообразие досуга, проведение общественно полезных мероприятий и акций, пропаганда, этики, вождение транспортного средства и культуры поведения на дорогах. Все люди, которые у нас находящиеся в автоклубе, добрые, зывчивые, всегда помогут друг другу. Есть планы, есть такое развитие, что заниматься дрифтом на отдельных площадках. Есть в Иркутске площадка. Бывало тоже, если проездом в город, в Иркутск заезжаем на площадку и даем угла. Несмотря на довольно грозное название клуба, люди из «Злых поршней» миролюбивые выступают против нарушения общественного порядка, не гоняют в черте города, есть в их рядах и человек, основал который студию автозвука. Цель участников клуба не только развитие интереса к автомобильным и иным экстремальным видам спорта, но и создание за городом профессиональной площадки для такого вида автоспорта, как дрифт, и проведение профессиональных соревнований, которые весьма зрелищны. Старый Новый год – это редкий исторический феномен. Дополнительный праздник, который получился в результате смены лет исчисления. Из-за данного расхождения календарей ряд стран отмечает два новых года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. В ночь на 14 января россияне будут отмечать еще один Новый год, на этот раз старый. Само понятие «Старый Новый год» появилось в 20 веке после того, как 26 января 1918 года в РСФСР декретом Совнаркома было введено новое летоисчисление. И после 31 января 1918 года сразу наступило 14 февраля. 1 января по старому стилю – юлианскому календарю соответствует 14 января по новому стилю – по григорианскому календарю. В первый день Старого Нового года православные христиане вспоминают Василия Великого, поэтому в народе вечер 13 января называют Васильевым. Наши предки верили, что рожденный в Васильеведении ребенок будет счастливым и здоровым всю жизнь. По народной традиции в Васильев вечер хозяйки готовили щедрую кутью. Главным блюдом на праздничном столе считался жареный поросенок – символ плодовитости скота и плодородия земли. Ночь на 14 января в народе считалась временем разговора нечистой силы. После заката солнца до самой полуночи молодежь и подростки ходили по домам, отгоняя нечисть песнями и желая хозяевам счастья, здоровья и удачи. В ответ хозяева одаривали их пирогами, конфетами и другими сладостями. Считалось, что деньги давать нельзя, с ними можно отдать благополучие в доме. Не следует в этот день произносить слово «тринадцать» и давать в долг, считать мелочь, выносить мусор. Согласно народным приметам, выпавший в Старый Новый год снег предвещает позднюю весну и снежную зиму. Дворец культуры «Юность» приглашает горожан на праздничную концертную программу под названием «Здравствуй, Старый Новый год». Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за расхождения календарей ряд стран отмечает два Новых года по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. А закрепить сие действия можно будет 16 января, посетив концертную программу во Дворце культуры «Юность». Специалисты Дворца приглашают горожан на праздничное мероприятие под названием «Здравствуй, Старый Новый год», которое состоится в это воскресенье в 15 часов. Подготовленная праздничная концертная программа обещает быть насыщенной, полной волшебства и неожиданных приятных сюрпризов. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Но я же прощаюсь с вами с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго. Берегите себя. А самое главное, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова